Всем привет, ребят! С вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Многие меня просили начать ролик с записью данной маски, поэтому именно ради вас, именно для тех, кто просил, я это сделал. Поэтому, надеюсь, что вы довольны. А сегодня мне хотелось бы поговорить о новом обновлении, которое выйдет уже в скором времени, и даже я практически знаю, наверное, дату, но о ней мы поговорим чуточку позднее. А перед тем, как начинать ролик, я поговорю, конечно же, о тех самых экипировках, которые нам потребуются для бруталити для нескольких персонажей. Сразу же вместим это в один видос, и еще я сделаю челлендж, который должен был давно сделать, но так и не сделал, из-за того, что не было времени. Поехали! GameGold.ru — сайт, на котором вы сможете приобрести души, новую экипировку, персонажей, аккаунты, а также любой другой товар по самым низким ценам и быстрой доставкой. Также на GameGold можно найти большое количество игровой валюты на любую другую игру, полный список которых вы видите на экране. Но это еще не все. Только перейдя по моей ссылке в описании, вы получите неплохой бонус при покупке товара. На сайте действуют промокоды, которые помогут вам прокачать свой аккаунт в разы быстрее. StevenBonus дарит вам 500 душ при покупке любого товара. И StevenSkydka при покупке от 1000 рублей — 10% скидос прямо от меня. Ссылку на сам сайт, а также промокоды можно найти в описании под этим роликом. Для начала, ребят, хотелось бы вам объяснить, что же будет происходить в игре через несколько дней. Ну, я надеюсь, что несколько дней, потому что пока что информация непонятна, но в скором времени мы все выясним. Для начала я, конечно же, пропустил вот данный ролик. Я видел его, но как-то на нем не стал акцентировать внимание. Выйдет, получается, у нас вот такой вот потрясный смоук. И это будет золотой смоук классический, которого, как многие говорят, что добавят в воины фракций. Не в наборы воин фракций, а именно в магазин воин фракций. Если это будет так, это будет, конечно же, круто. Но чего-то такого прям интересного от этого смоука я не думаю, что стоит ожидать. Потому что, ну, своего рода классический перс, как и Скорпион будет. Да, есть своего рода плюсы. Да, это золотой персонаж. Наконец-таки добавили золотого персонажа. Но я надеялся, что золотой персонаж это будет что-то прям супер новое. Со смоуком я мало знаком, и поэтому я как зумер, наверное, сейчас рассуждаю. Для меня этот персонаж, ну, он практически не имеет никакого значения. Да, я начал играть, по факту, с девятой-десятой части в игру, и вот как раз-таки на одиннадцатой остановился. Поэтому я... у меня нет таких вот ностальгических ноток по классическому смоуку, которые, возможно, у многих проявились после того, как они увидели данного персонажа. Но все-таки то, что этот перс появится, это, конечно, хорошо. Хорошо. Далее нам анонсировали, конечно же, бруталити на Джейд. На Джейд алмазный, конечно же. Ой, не алмазный. Да, алмазный. Ну, пока что не алмазный. В скором времени алмазный. МК-11, короче. Вот такая вот бруталка будет. И тут нам написали, Приготовьтесь расчленить своего врага с помощью нового оборудования Джейд Ширайрю Тауэр. Башня скоро начнется. Получается то, что экипу мы можем заполучить в башне. Точнее, не можем, а нам придется ее заполучить в башне. А это значит, что, скорее всего, вот так же в башне можно будет и заполучить Джейд МК-11. Скорее всего. Либо только экипировку. Тут, конечно, о персонаже ничего не сказано. Но вот об экипировке говорится так, что Джейд Ширайрю Тауэр. Типа, башня Джейд. Точнее, Джейд. Оборудование Джейд в башне Ширайрю. Короче, непонятно. Добавят ли персонажа Джейд в башню. По типу, как это было с башней Черный Дракон. В обычной сидел Кану. В более такой брутальной и крутой, которая называлась Фатально. В ней находился как раз таки... Кто? Правильно. Все время хочу назвать Дрожь. Но это не Дрожь, это Тремор. Там был Тремор. И вот тут такая же, возможно, будет ситуация. В одной башне мы сможем заполучить Джейд, а в другой Скорпиона. Кто знает. Но, опять же, возможно, это чисто ради экипы все сделано. Далее. Анонс следующей экипировки. И здесь тоже все интересно. Это Люкан. Люкан Бруталити. Анонс экипировки имеется. И тут нам написали. Люкан побеждает. Чемпион земного царства сокрушает своих врагов своим новым велосипедным ударом. Бруталити скоро доберется до МК Мобайл. Короче, он будет велик свой использовать. И таким образом добьет перса то, что у него аж башка отвалится. Ну, конечно, это круто смотрится. И, опять же, потребуются две экипировки, которых мы сможем заполучить непонятно где. Может, снова в башне. Может, где-то еще. Не ясно пока что. Будем ждать 20-го числа. Может, там что-то нам расскажут. Далее. Следующая новость. Это Скорпион Бруталити. Да, Бруталити на каждого алмазного Скорпиона. Охренительно. Скорпионов, как мы знаем, у нас алмазных много. И тут будьте готовы почувствовать огонь в МК Мобайл. И нам показывают часть Бруталити. Выглядит это эффектно. Выглядит это круто. И, конечно же, что самое главное, интересно. Поэтому я готов ждать. И я надеюсь, что это будет что-то с чем-то. Самое, кстати, крутое то, что... А, блин, это, наверное, не здесь. По-моему, не здесь. В Джейд. Да, предположения были по поводу Люкана. Смотрите, какого Люкана сделали. Огненный Бок написано. Или какой-то Бок. 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 Я английский не особо знаю. Но, не важно. И также еще здесь кое-что сделали. Ребята, которые, опять же, фанаты игры Mortal Kombat Mobile. Выглядит это интересно. Ну и самое главное. Это, конечно, вот этот вот твит. Обновление 2.7 уже почти здесь. Mortal Kombat будет закрыт на техническое обслуживание, чтобы подготовиться к обновлению 2.7. 20 июля, которое начнется в 17.00 по московскому времени. В 17.00. Это получается то, что не обновление выйдет, а будут подготовки. Но, как мы знаем, после подготовок сразу же, по сути, в 2 часа ночи приблизительно, появляется и само обновление. Ну, на следующий день, получается, не 20-го, а 21-го июля. Но, правда это или нет будет в этот раз, пока что непонятно. Поэтому, на все 100% предполагать, что обновление будет 20-го, либо 21-го числа, я не буду. Просто, это своего рода некое понимание того, что было в предыдущих обновах. И воспринятие того, что будет в этом обновлении. И, кстати, апдейт будет 2.7, никакого 3.0. Значит, это отчасти и глобальное обновление, но отчасти и не совсем глобальное. Потому что, если бы это было 3.0, то поменяли бы очень многое в игре. Каждый раз, когда выходило обновление 1.0, да, появилась сама игра 2.0, появилась куча всего крутого. И даже сам дизайн игрушки поменялся, поменяли движок, поменяли кучу всего очень и очень интересного. На данный момент пока не ясно. 2.7 это часть обновления 2.0, что здесь будет не ясно. Ну как, какую-то информацию, понятное дело, мы знаем. Но, это не показатель того, что все будет вот настолько хорошо, насколько кажется на первый взгляд. Нет, ни в коем случае. Потому что могут возникнуть какие-то траблы, опять же. Ну, сами понимаете, что разработчики могут добавить то, что они только анонсировали. И больше ничего не появится. И даже не появится какого-нибудь нового персонажа в башне Ширарю, которого я жду, которого вы ждете. Нуб Сайба, Джокер, там, кто еще. Кого только не анонсировали, якобы, там, и так далее. Этого ничего может не быть. Могут добавить 3 бруталки, одного классического смоука и башню, чтобы мы еще на 2 месяца забыли про обновления. Такое тоже вполне возможно и имеет место быть. Но мы думать о плохом не будем, а перейдем к открытию набора. Открывать я буду, конечно же, 3 классных набора за 450 душ. И мы постараемся что-то интересное сделать. Блин, нравится мне маска Скорпа на деле. Если бы она не портила мой нежный голосочек. И, конечно же, не давила бы мне так жестко нос. Я бы ее носил и даже записывал в ней ролики. А из-за искажения в голосе, получается, как-то не очень интересно. Кстати, ребят, рекомендую посмотреть мой предыдущий ролик. Я именно для вас старался его сделать. И поэтому получилось там очень-очень все круто, очень интересно. И много эмоций там было. Прям очень много. Поэтому перейдите на предыдущий видос. Если не лайкнули, лайкните, пожалуйста, и посмотрите. Он получился очень крутым и не самым-то обычным. Так, а теперь переходим к серьезному видосу. А то давно серьезных видео у меня не было на канале. Ну, как давно? Совсем недавно. Три дня назад. Но все-таки. Давайте посмотрим, что у меня здесь получится сделать. Элитный набор мастера единоборств. Открываем три штуки. Потрачу очень-очень много душ. И все ради контента. Ради контента перед обновлением трачу такое грандиозное количество душ. Но что поделать? Будем сейчас смотреть этот челлендж. Я передаю Игорю. Игорь Ау, если выполнишь его, это будет очень классно. Я не выполнил твой предыдущий челлендж. Просто потому что не успел. Захожу в игру. Начинаю записывать. И смотрю, что наборов МК-11 нету. Я немножко припоздал. Не успел вовремя это сделать. И поэтому решил записать вот такого вот рода челлендж с Кунзиньем Стрелком. Я на стриме открывал набор здесь. Мне выпал Кунзинь Шаолинь. Сейчас я отрываю набор. Мне выпадает Кунзинь Стрелок. Как же мне так везет-то, блин, на этих персонажей? Я вообще сам не понимаю, если честно. Как это работает? А прикиньте, выпадет мне сейчас какой-нибудь персонаж? Который у меня вообще не прокаченный, но алмазка. Нет, Дыхание Бурайчо. О чем это я? Да, конечно. Размечтался. Да-да-да. Выпадет, выпадет. Пять раз выпадет. Даже шесть. Так, Кунзинь Стрелок. Дыхание Дракона Бурайчо. И последний, третий персонаж. Ну да, тоже то, что у меня уже есть. Сто процентов. Давай, показывай. А нет, не то, что есть. Люкан классический. Нифига себе. Офигеть. Скоро на Люкана выходит Бруталка. Мне выпадает Люкан, чтобы я смог использовать Бруталку. Игра, спасибо тебе огромное. У меня Люкана ни одного алмазного нету на деле. И тут один-единственный Люкан появляется, на котором можно будет использовать, скорее всего, Бруталити. И он выпадает мне в этом видосе. Нормально так, нормально мне повезло. На деле-то уже можно дальше ролик-то и не продолжать. Но плановое техобслуживание 20 июля в 17.00. Те, кто не видели этого момента, то вот он. Здесь все написано. А далее давайте я кое-как попытаюсь подобрать сейчас, конечно же, отрядик и разнести им всех, кого только можно. Ну что ж, ребят, расстановку персонажей я сделал. Бурайчо с экипировкой, конечно же, самого Бурайчо. Далее идет у нас Люкан классический с экипировкой Люкана. И также Кунзинь-стрелок с экипировкой Кунзиня. Поэтому здесь мы сделали все правильно. Ну и теперь переходим на 7 поединков. Я не знаю, буду ли я вам сеть поединки демонстрировать. Потому что, сами понимаете, тогда ролик получится очень длинным. Но первые, наверное, несколько. И потом дальше мы, конечно же, посмотрим поединков. Потому что все-таки, если будет все очень легко и просто, то смысл рисковать. Я считаю, что его тоже нет. Поэтому будем сейчас смотреть. Пока что, как вы видите, Бурайчо справляется неплохо сам. Но вот Люканом классическим я вообще не играл. Я вообще ни разу почти не играл. Я против него играл, но за него я точно не играл. Я помню только, что при смене Люкан отключает, не отключает. Что-то отключает. Спецприемы отключает, по-моему. Либо уже не отключает. Либо раньше отключал. Ну, в общем, что-то он делал. А, смотрите, при моей смене он отключает, видимо, да. Как вы видите, я сменился и спецприемы были отключены. Так, что нас ждет еще интересного? Ого, вот это я понимаю, конечно. Так, Кунзинья и Бурайчо я ставлю вот таким вот образом. Третий поединок. Третий поединок будет серьезным. Наверное. И будем сейчас смотреть, что из этого всего получится. Так, погнали. Оп, сразу же выбираем. Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, кто выскочил. Блин, помощник хренов. Ой-ой-ой-ой. Тише-тише-тише. Блин, мне бы тут спецприем второй накопить. Было бы красиво, конечно. Если бы я это сделал. Но я, наверное, не успею этого сделать. А, блин. Я не успел. Я выбор нажал, но не сработал он вовремя. Капец. Я отключил, но не в тот момент, в который нужно. Блин, нет. Нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет. Не добьешь. Не добьешь, сволочь. Огонь. Хорош. Пецприем второй сразу же. Блин. Вы видите, что накопил этот... Как его там? Скорпион порождения Зада. Да, не Ада, а Зада. Зад. Да, нет. Он порождает мой Зад, по-моему. Он сейчас его породит. Все. Все, снился. Да. Ну, как так-то? Нет, ну не может же быть. Ну, чтоб так, ну, сливаться. Ну, камон. Ну, нельзя так. Так, ладно. Спецприем второй. Тут, конечно, маловероятно, что мне что-то поможет. Удача, она не настолько хорошо работает. Да, вот она. Вот она, удача, которая сработала прям. Давай. Бей его. Хорош. Отлично. Маневры сработали. Маневры сработали. Так. И вот тут на нем призрак, да, сейчас сработает? Не, не сработало. Нормально. А то я уже думал, что сейчас на нем призрак сработает. Вот это будет веселуха, конечно. Так, ну, спецприемы на нем использовать, это такое себе удовольствие на деле. Ну, как мне кажется. Типа, я его и сейчас так добью. Нет. Я его не добил? Чего? Я по нему бил и вообще урона не снял даже. Он-то мимо, что ли, добивал его? Я и понятия не имею. Да, до третьей битвы я всего дохожу. Капец. Ну, конечно, отличный отряд попался на третью битву. Слил. Слил. Как и говорил, что я не продвинусь далеко. Просто-напросто взял и это командой слил. Ну, так всегда, вот. Ну, так всегда. Ты пытаешься что-то делать, думаешь, что пройдешь все семь поединков, но из-за того, что ты неправильно что-то сделал, ты все время проигрываешь. Возможно, мне не стоило вообще Бурачей и Кунзы не менять. И тогда бы было все в разы круче и качественней. Но как получилось, так получилось. Вообще, я этому ролику рад. Мне выпал люкан классический, который в скором времени потребуется в обновлении, чтобы наносить бруталити. Поэтому, по факту, я уже ощутил плюсы данного обновления. И мне они нравятся. Ну, и под самый конец, что я хотел бы вам сказать, ребят. Это получился отличный ролик. Я, конечно же, молодец. Все мы молодцы. Кто досмотрел в особенности до конца, я поставил лайк и написал комментарий, что... Ну, я не знаю, что-нибудь написал. Например, свое мнение об обновлении. Насколько оно будет хорошим. Либо вы ненавидите данную обнову и просто-напросто уже удалили игру и просто избавились от нее. Выкинули и забыли. Как о страшном сне. А мои ролики смотрите. Потому что смотреть мои ролики нужно. Чтобы этот канал не пропал, конечно же. Вот. Все. Ребят, вот такой вот видос получился. Советую посмотреть вам предыдущий видос. Я над ним старался не меньше, чем я над этим. А над этим я тоже старался. Поэтому всем спасибо, ребят, за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok